Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артём. И сегодня у нас на обзоре очередной бинокль совсем известного китайского сайта AliExpress, а именно модель 30х60HD с ночным видением. Друзья, поехали! Друзья, бинокль, который сегодня мы будем обозревать, является одним из самых популярных предложений среди оптической техники на сайте AliExpress. Вот такая коробочка нам пришла сегодня с данным прибором. Сразу понятно, что характеристики 30х60, где 30 это увеличение, а 60 диаметр объектива не соответствует действительности. Ну, не мог просто такой бинокль уместиться в такую маленькую коробочку. Упаковка бинокля выполнена достаточно симпатично и аккуратно. Золотое цветовое исполнение и одна и та же не очень информативная надпись с каждой стороны коробки. Day and Night Vision Binoculars, то есть бинокль дневного и ночного видения. Конкретные характеристики же модели не указываются. Внутри нас ждет следующий набор. Инструкция по эксплуатации, к которой мы вернемся чуть позже. Чехол из плотной ткани с манжетой для продевания через ремень и застежкой на липучке. Сшито все достаточно качественно, сумочка в целом не отличается от тех, которые поставляются в комплекте с брендовыми биноклями. В ней сам прибор и салфетка для протирки оптики, однако выполнена она не из привычной микрофибры, а из намного более грубого материала, который вполне вероятно может повредить оптику. Бинокль же представляет из себя компактный инструмент с оптической схемой с использованием Roof Prism, благодаря чему достигается дополнительная компактность, так как модель не имеет характерного изгиба между осями окуляров и объективов. Габариты действительно очень малы, прибор легко помещается на ладони. Конструкция двухосевая с центральной частью окулярным мостом из силумина. Баррели же окуляров и объективов обрезинены и выполнены из пластика. Маркировка говорит нам о том, что это модель 30х60, угол обзора которой равен 7,2 градуса или 126 метров на 1000 в линейном эквиваленте. На объективах присутствует ярко-красное покрытие, внешне похожее на так называемое рубиновое, действительно служащее для работы в условиях недостаточного освещения, использующиеся, например, в биноклях Комс. Картинка при этом уходит в синий-зеленый цветовой диапазон, который лучше воспринимается человеческим глазом. На правом окуляре имеется кольцо диоптрийной подстройки для тонкой постройки прибора в случаях, когда у пользователя разная сила зрения на левом и правом глазах. Вернемся к инструкции по эксплуатации. Язык предусмотрен только английский. Параметры бинокля, как и на коробке, не указываются. Есть стандартные указания по правильному использованию прибора. Кроме этого, есть и интересный для нас момент. Инструкция говорит нам о том, что модель оснащена резиновыми скручивающимися наглазниками и в случае, если вы носите очки, бинокль можно использовать не снимая последние. Достаточно лишь установить наглазник в нужное положение. Однако на самом деле прибор ими не оснащен. Давайте обратимся к страничке продукта на сайте Алиэкспресс и посмотрим на заявленные характеристики. Во-первых, продавец действительно заявляет наличие рубинового покрытия. В ходе теста мы обязательно проверим, является ли оно рабочим, либо же это имитация, нанесенная для вида. В графе характеристики нас ждет сюрприз. Заявленное увеличение 8 крат, а никак не 30. Ведь мы привыкли, что два числа в наименовании это кратность и диаметр объективов. Конечно же, производитель вправе не указывать такую информацию в названии модели и вкладывать в эти цифры некий другой смысл. Однако все же очевидно, что это осознанное введение в заблуждение. С увеличением мы разобрались. Замерим же фактический диаметр объектива. И он равняется 22 мм, что никак не соответствует подходящим для ночных наблюдений светосильным линзам, диаметр которых должен быть не менее как минимум 50 мм. Таким образом, действительные параметры бинокля 8х22, а не 30х60. Учитывая бюджетность прибора, можно предположить, что его призмы изготовлены из недорогого стекла марки K9 или BK7. Проверка формы выходного зрачка дает понять нам, что оптика действительно бюджетного сегмента. Дело в том, что призмы марки BAK4 дают абсолютно круглый зрачок. В нашем же случае форма приближена к скругленному ромбу. Использование недорогих линз вовсе не ставит крест на биноклях. И о качестве конечной картинки мы будем судить только после теста. Резюмируя ранее сказанное, модель 30х60 с сайта Алиэкспресс по факту представляет из себя недорогой компактный прибор с увлечением 8 крат, объективами 22 мм, полем зрения 126 мм на 1000, сконструированный по схеме с использованием современных RUF PRISM и бюджетной оптикой. Не будем более терять времени и приступим к тесту. А вот и сам тест бинокля с Алиэкспресс 30х60, реальные характеристики которого напомним 8х22. Съемка производится камерой смартфона через окуляр прибора, что несколько ухудшает общее качество картинки. Однако, как вы сами можете видеть, даже с поправкой на это изображение сильно искажено различными аберрациями. Резкость присутствует только в центральной части поля зрения, составляющей примерно 20% от общей площади зрачка, сильно падая к краям. Геометрически картинка выглядит вогнутой, на краях сильно проявляет себя хроматическая аберрация. Изображение даже в центре несколько мутноватое, а из-за маленьких объективов и недорогого стекла не самое светлое, что особенно заметно в условиях недостаточной освещенности, например, как сейчас при пасмурной погоде. 8х увеличение прибора визуально приближает к нам трубы, находящиеся на расстоянии 3300 метров от нашей наблюдательной точки, благодаря чему мы видим эту область так же, как с 412 метров невооруженным глазом. А вот так выглядит область, за которой мы наблюдали, с нашей обзорной точки без увеличения. Данная остановка располагается намного ближе, в 300 метрах от нас. 8х увеличение позволяет увидеть ее эквивалентно тому, как она выглядит с 37,5 метров без оптических приборов. Помимо множества ранее перечисленных недостатков изображения, формируемого биноклем 30х60, становится очевиден еще один момент – невысокое разрешение прибора. Даже в центре поля зрения, где резкость находится на приемлемом уровне, плохо различимы мелкие детали. Сложно различить номера машин, надписи на плакатах и так далее. В целом, друзья, бинокль оставляет скорее негативное впечатление. Работать с таким большим количеством искажений некомфортно. Что касается красного покрытия на объективах, по всей видимости, оно не является рубиновым и нанесено лишь для вида, так как настоящее рубиновое напыление угодит картинку в синий-зеленый цветовой диапазон. Здесь же цветопередача хоть и не идеальна, но не имеет таких характерных особенностей. А вот так выглядит остановка, за которой мы наблюдали с нашей обзорной точки без какого-либо увеличения. Итак, друзья, как мы с вами убедились в ходе нашего теста, бинокль с Алиэкспресс 30 на 60 HD с ночным видением является достаточно посредственной моделью. Полное несоответствие заявленным характеристикам, самая простейшая оптика, скорее всего, бутафорское просветление. Все это, конечно же, да, за небольшую стоимость, но при всем при этом, все равно рекомендовать данный прибор для какой-либо комфортной работы я не могу, даже учитывая его невысокую цену. Если же вы ищете действительно приличный прибор среди компактных биноклей, то советую обратить внимание на такие модели, как Bresser Aventus и Nikon Aculon T01. Если же вы обратили свой взор на данную модель только из-за так называемого ночного видения, то спешу вас разочаровать. Бинокли со встроенным модулем настоящего ночного видения по цене будут отличаться от данного прибора в 30 и более раз. Ну а более-менее недорогие приличные модели, которые неплохо покажут вам, в том числе в ночное время, это обычные бинокли с диаметром объектива от 50 мм и выше. Таких предложений на российском рынке очень и очень много, выбирайте то, что понравится вам. Что ж, друзья, я надеюсь, вам было интересно. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео на нем. Также не забывайте, что в описании под роликом вас ждет промокод на скидку на покупки в интернет-магазине Observer MSK. Приобретайте Opticus Observer по самым лучшим и самым выгодным ценам. Другие обзоры с нашего канала на Opticus AliExpress также вы найдете в описании, переходите по ссылкам, я думаю, вы не пожалеете. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok